здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала в этом видео я хочу поделиться с вами своими покупочками начиная где-то с конца февраля или середины февраля и заканчивая сегодняшним днем то есть за ну почти за два месяца за февраль-март-апрель в апреле я планирую еще сделать кое-какие покупки но пока я рассказывать о них не буду потому что вдруг не сложится вдруг не сбудется но не стала дождаться до конца месяца решила вначале показать то что у меня еще есть а если я приобрету что-то еще то сниму дополнительное видео я думаю оно должно быть интересно что же я купила на сайте carolina.ru я заказала ниточки dms вот такое количество ниточек довольно таки много яркие красивые я начала собирать полную палитру ниток dms и мне не хватало порядка там 70 80 моточков у ивана как раз было пополнение ниточек и я их с удовольствием заказала обошлись они с доставкой но где-то около 30 рублей в наше время это вполне приятная цена по одной простой причине что вроде как доллар упал но цены все равно не опускаются то есть их как подняли как у нас там в леонардо стоит моток почти 60 рублей так как никто не не опускает также в своем любимом магазине на кантемировской я купила ниточки крейник это крейник который добавляется ниточкой дополнительный к основному цвету то есть им персонально этими нитками не вышиваешь а только добавляешь к другим ниточкам он придает такой блеск этот крейник я купила по 63 рубля тоже на сегодняшний день это очень такая недорогая цена почему такая палитра цветов не знаю вот такое было настроение то есть это не под какой проект это просто вот мне захотелось вот таких вот желто зелено белых цветов еще как вы видите я купила себе набор дименшинс этот наборчик был снят производства я его долго искала цена на него была заоблачная то есть когда там обычный дименшинс можно было купить большой gold collection да там за полторы тысячи он предлагался за 35 и так далее я смотрел смотрю не очень я люблю американскую сборку по одной простой причине что там надо разбирать нитки у меня всегда с этим проблемы я сижу туплю и в общем лежит набор с лошадками маленький я до сих пор не могу разобрать нитки я его не вышиваю только по одной простой причине что я никак не могу разобрать нитки а этот наборчик уже китайской сборки то есть ниточки разобраны на органайзеры и я думаю что у меня не будет проблем с его отшивым ну конечно когда дойдет до него очередь но меня будет очень радовать потому что эта картинка из моей юности когда только стали появляться там всякие западные фильмы и мы с упоением смотрели унесенных ветром со скарлетт о харрой то есть вернее про скарлетт о харру с вивьен ли и вот эта картиночка как раз напоминает начальные кадры фильма то есть когда там бал собираются гости вивьен ли сидит и что-то жует ей говорят что настоящая леди должна есть как птичка ну по крайней мере так мне это запомнилось и теперь этот замечательный наборчик есть у меня вот он какой красивый вот эти цветы очень нравятся такие прелестные магнолии вот и думаю что будет лежать ждать своего часа хлеба по крайней мере не просит так что пополняшечка мечталочка маленькая сбылась и теперь она меня также видео жени ростовцев и я увидела вот эту замечательную книжку вероника женер и посмотрев дизайном то что она листалочку делала и показывал я просто влюбилась в парочку дизайнов ну они на самом деле нет ничего сложного в них нет это подробный обзор вы можете посмотреть уже не на сайте ссылочку я оставлю потерялась кто открывал с первого раза вот вот это вот коллег чья так называемая коллекция яиц фаберже мне очень понравилось и все мне понравился дизайн но это есть так на вскидочку быстренько да то что понравилось еще мне очень понравился дизайн вот этот вот мальчик художник рисует водные лилии тут веточка в лице не такая замечательная вот она и сюжетики эти мне показались такими мелыми что их можно в принципе отдельно вышить а можно полностью картину я об этом подумаю но в любом случае эта книжка безумно приятно ее приятно листать приятно разглядывать картиночки есть какие-то сюжеты которые мне не близки но их немного так что если вас интересует обзорчик на эту книжечку вы можете посмотреть на страничке жени а я им заказала на сайте amazon.de то есть почему-то из германии заказывать ее был дешевле чем из франции не говоря уже об англии с которым наиболее часто я заказываю всякие то штучки книжки нет всякие штучки заказываю вот и вот такая книжечка теперь тоже у меня есть еще мы на каникулы весенние с дочкой с ее классом ездили в замечательный город калининград и сейчас будет не совсем вышивальная но около вышивальная так скажем это касается моей коллекции моей коллекции напёртков которые я довольно таки уже два года собираю давно вот и все никак не сниму видео не покажу то есть обещала снять видео ну вот надо настроиться надо какой-то я не знаю хоть сценарий пишешь чтобы рассказать все за что я когда начинаю записывать видео постоянно забываю в предыдущем видео хотела рассказать вам про маркер который полтора года висел на конвей в общем-то замечательно смылся но вот забыла теперь расскажу в следующем видео потому что опять размечаем канву ну а когда мы ездили в калининград я купила несколько напёрстков сейчас отодвину книжечку чтобы на зеленом фоне было лучше видно вот этот вот наперсток калининград он же кеннисберг 750 лет калининграду кеннисбергу это я купила на память о посещении этого замечательного городка ну хотя конечно у меня двоякое впечатление сложилось об этом городе потому что слишком много там следов советской власти так скажем советской архитектуры но в целом город мне очень понравился больше конечно понравился светлогорск курортный город бывший раушен но понравился также я купила наперсточек с янтарем я хотела найти полностью янтарный наперсточек но я так поняла что его делают либо поляки либо прибалты наш с этим не заморачивается потому что цельный кусок янтаря он довольно таки дорог но и не так много у нас коллекционеров этих замечательных наперсточков так что вот такой вот наперсточек я нашла им пополнилась моя коллекция 2 и 3 3 наперсточек вот такой правда он не совсем наперсточек как мне сказал хозяин лавочки в которой я его брала это прусский кот прусский кот исполняющий желание если его посадить на монетку он должен принести много-много денежков ну уж не знаю принесет он денежков или не принесет но кот просто очаровательный поэтому я не смогла удержаться купила и его вот таких вот замечательных три наперсточка я привезла из калининграда и они пополнят мою коллекцию и еще один наперсток я купила уже здесь в москве через ярмарку мастеров я очень давно хотела очень давно мечтала это авторская работа замечательного мастера елены золотовой это сова на чернике наверное да да на чернике или на голубики вот такая замечательная сова совершенно тонкая работа совершенно приятная очень давно я хотела а тут у меня как бы образовались лишние денежки я решила сделать себе такой подарок чтобы вот это вот прелесть пополнил мою коллекцию ну вот я рассказала вам о всех своих покупочках я надеюсь вам было интересно посмотреть может быть вы что-то для себя подчеркнули интересного может быть и нет в любом случае спасибо вам за просмотр и до новых встреч пока